Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскресе. Номер 167. События дня. Признаки жизни подавляются архиереями. Вопрос. 26 мая 2016 года. Дальше показываю краткая маршрутка, как нам проехать, кто собирается ехать. Сейчас уже звонят. Это накрещение, которое будет 10 июля. В детский лагерь 10 июня. Кому разрешено? Без разрешения даже попытки не делайте. Выходите, пока я здесь. Потому что я в городе, нахожусь в Барнауле. Вы останавливайте, чтобы посмотреть можно было. Тормозните и посмотрите. Видите, даю телефон и все. Бываешь в большом начале, хорошо знакомый, вчера пошел. Телефон не дают секретаре, ни под какими. Ну вы знаете, что мы вместе с ним. Он помогает. Да никак. Это личный телефон. Еще вы так боитесь, как огня. Ну просят. То снимать нельзя, то что. Это все грех. Вот это прящется друг от друга. Ну у Бога все открыто. И вопрос снятый. Вот посмотрите, как ехать. Что? Так, тут вот оно где откуда. Ага, вот оно кончается выехать. Тут такое, вчера я показывал. Священники разбирают дело архиерея, как бы. На него обвинения, видимо, были серьезные обвинения, видимо, в домогательстве от семинаристов или что-то такое. Я не знаю. Я вообще никак не вмещается, что такой грех есть. Там садомиты, гомосексуалисты, геи называют. Настолько это противоестественное. Настолько это страшно, дурно и просто смертельное. Почему Господь выжег огнем? И чтобы выжег за конкретный грех людей, в Библии больше не встречается такого. Поэтому борьба тут одна только. Господь будет выжигать. И вот они ему при этом и архиерею, которая обвиняет в чем? И предъявляют, что он должен, обязан защититься, по согласно Карфагенского собора номер 90. Простой. Определенно и сие. Когда на состоящих клире бывает донос и объявляется некоторое обвинение, тогда счастью для отклонения нареканий на церковь, то есть причины какая, что он должен защищаться. Счастью ради достоинства клира, потому что раз такой священник тебя обвиняет, а ты молчишь, значит, правду говорят. По каковым причинам оказывается им снисхождение? Какое? Счастью для избежания гордого злорадования еретиков и язычников. А, вот такой-то он. Если желает, как и должно, защищать свое дело и позаботиться о доказательстве своей невиновности. Доучение от сия в течение года, в которой должны быть вне общения. То есть его обвиняет в чем-то архиерея. Доказано, не доказано, то в течение года он должен быть вне общения. То есть архиерей, священник, архимандрит, кто бы ни был, в течение года не должен занимать свою должность. Это очень интересно. Если же в течение года возне родят, очистить свое дело, то после всего никакой глаз от них да не приемлется. Защита через год уже не принимается. Апостольское правило 74. Ну, давайте посмотрим. Сейчас мы, если на это уже указывают они, значит, надо посмотреть. Обвинение это очень серьезное, что архиерея не уходит в течение года. Это апостольское 74. Нет, там какое-то не 74. Тут я посмотрел. Апостольское 74. Правильно. Тогда посмотрим. Апостольское правило. И сейчас 74 откроем. Я не знаю, там видно, не видно будет. Вот оно. Епископ, обвиняемый в чем-либо достойном доверия людьми. Достойными доверия. Видите, сколько здесь условий. Достойные они, недостойные. Как узнать? Он достойный был вчера, а сегодня врет. Недостойный. Должен быть необходимо сам призван епископами. И когда предстанет перед епископами, и признается, или облечен будет, доопределится и пятимия наказания. Если же был вызван, но не послушает, да позовется вторично, через посылаемых к нему двух епископов, посылаемых не письмами. Если же и так не послушает, да позовется в третий раз, через посылаемых к нему двух епископов. Если же и этого не уважая, не предстанет собору, но по усмотрению самому, да произнесет о нем решение собор, чтобы не думал, что можно что-то выиграть, бегая отсюда. Вот о второй вселенский. Шестое правило. Четвертый вселенский. Двадцать первого. Антиохийский. Двенадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Двадцатый. Сардийский. Третий и пятый. Карфагенский. Восемь. Двенадцать. Двенадцать. Пятнадцать. Двадцать восемь. Сто сорок три. Сот сорок четыре. Пиопил Александрийского. Девятый. Видите, правила-то говорят, но тут к этим правилам нужно очень хорошо разъяснение дать, толкование, комментарии. Вот допустим, меня обвиняют в чем-то где-то. Я подал на него в суд. Подрыв деловой репутации, там, оскорбление личности. Мне доказывать-то ничего не надо. Согласно законодательству Мирскому. Тот должен доказывать. Я зачем буду? Ну, когда на меня нападали, я все-таки представлял данные, что этого не могло быть. А тот-то что, вообще ничего не докажет. И когда я доказываю, что не может быть, то тот, который обвинял меня, он вообще ничего не может доказать. Он даже не пытается. Процесс уже выигран. То есть, хотя суд и не требует, мне доказательства своей невиновности, но лучше представить. Вот допустим, я не допускаю никого в лагерь с детьми. Обвинение было. Родители не допускаются. Там у нас беспредел и проще. Ну, тоже свидетели, родители. Мы каждый год детей отправляем в лагерь. К нам, в лагерь Стан. И родители приезжают в лагерь комплексный, что жить могут. Ну, и свидетели живые представят. А тот-то спрашивает, а ты хоть раз в лагере-то был сам? Обвиняешь Лапкина. Не был. Ну, а как ты можешь сказать? Дети спят на рюкзаках. Сколько у вас детей было? Я говорю, 70. А подушек сколько? 120. Ну, еще ради они спали бы на рюкзаках-то. И родители все смеются. И они рот раскрыли, это санэпидемстанция. То есть, доказательства можно давать, но в обязанность мне это не ставится. А здесь в обязанность. Вот когда я подавал в суд, напал в московский комсомолец на Алтае, то говорю, да какой же вы верующий, вы судились. Ну, а почему не судиться-то? Откуда вы взяли, что нельзя судиться? Павел говорит, требую сюда кесаря. Требую. И его повезли к кесарю. И он оправдался и вышел на свободу. Здесь ничего не понятно. Ну, мы же кроткие должны быть. Мы должны быть смиренные. Ну, и что? Кроткие, смиренные. Как это входит в то, что вы теперь мне предлагаете молчать? А как вы делать, если вас ударили так это в печати? И на каждый удар отвечает серия ударов. Только пух летит. И как? Никого нету. Все рассеялись. Мне заплатили деньги за оскорбления, за прочее. Суд был. Краевой суд. Решения принимались. А вот я судился. А вот вы судились. И вас изъяли что-то. А вы судились. Разве можно? Мне право дается судиться с епископом даже, если он у меня что-то отнял. У меня отняли имущество. Я подал в суд, я его выиграл. Ведь они мне даже были не худо, не бедно, а 11 миллиардов. 11 миллиардов. Не донимированные еще деньги. Но это тоже деньги большие. 11 лет шел в суд, я его выиграл. Где нахожусь? Это два домика, центральная часть города. Все условия были выполнены. Приехал мэр города, сфотографировались. В газете Алтайская, губернская наша газета, большая статья. Латкин предпочел храм недвижимости. Потом приехал мэр Баварин. А мэр это не просто мэр. А в лучшую десятку мэра в России входил. Вот. Посмотрел, как много мы сделали. Дом один переоборудовали под церковь. Как много сделано и проще такое. Видите, как Бог делает. Меня обвиняют те, которые ничего не знают. То есть они никогда не были обвинены. Живут где-то так, как таракан в щели. Нигде их не видно. Ну вот. Они должны оправдать все эти люди. Как это? В течение года любой еретик обвинил там или кто-то. Достойное доверие. Вот это... Какие они достойные доверия у меня? Кто обвиняет-то его? Вот обвиняет вашего епископа. Я священникам говорю. Я ничего... Просто хочу сказать. Вчера я показал, как два священника выступают там. Это Казань, что ли. Ну тут видно все уже. И вот. Кто... Какие показания дают-то? Ну допустим так. Он домогался семинаристом где-то. Кто это говорит? Какие доказательства? И тогда только говорит, почему ты за себя не заступишься-то? Какой-то порядок должен быть. Какая-то система. Я не знаю. Но требование к епископу может быть несправедливое. Наветники. Люди, желающие сделать зло, они всегда будут обвинять в чем угодно. И мне это удобно говорить, потому что на меня все время эти обвинения. Еще ни одного за 53 года обвинения не было. Не доказано и ничего нет. Они разлетаются в прах. Ни одного. Вот. Мы приехали у меня на представитель сельсовета и милиционер участковый там. Ну и у меня по ограде идут. А там, ну, дикое все растет. Репея растет, крапива. И там где-то увидели конопля. А вот я могу на вас суд подать что? А наркотики? А где? Я головой кручу. Ну а конопля, ну и что? Воробею обклюют. Вы к чему говорите? Ну попробуйте. Да нет, мы пошутили. Ну пошутили, да. Ну кто-то слышал, они в лагерь заходили и сказали слово педофил услышали. Я услышал. Вы такое говорили? Мы? Нет. Я говорю, вот два свидетеля, которые слышали. Я подаю на вас в суд. Да вы что? Да нет, да мы... Да разве можно подумать было и... Ну все, 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 ребята. Хорошие вы, хорошие, но будьте осторожны. Я не позволяю такими шутками играть. Я начальник детского лагеря 44 года. Обвинения в обратном были, что там издеваются и избивают. Прошел суд, нигде ничего нету. Врачи осмотрели, ничего нету. И все проиграно было. То есть если я не садист, не избиваю детей, значит педофил, ну и прочее. Ну, две извилины в мозгах-то у людей. Они не понимают. А приезжает директор Кэстонского института из Лондона, профессор психологии, другие, живут в лагере и исследуют, как в течение одного месяца ребенок-наркоман совершенно меняется. Отношения к родителям все меняются. Как это может быть? Это невероятная вещь. И находят главный движитель лагеря, тире с большой буквы, любовь. Любовь. У меня строгость, нельзя обзывать, стопроцентную защищенность ребенку создаем. Это попутно говорю. Так я ни за архиерея, ни за священников просто говорю, нужно быть очень осторожным. Карпагенский собор, 90 правила, и чтобы оно действовало, я еще не встречал, первый раз встречаю. Оно совершенно по сегодняшним дням как бы не соответствует. Но оно есть, его не убрали. И поэтому к нему надо подать и осторожно, чтобы не повредить ни архиерею, ни священникам, ни тем, кто обвиняет. То есть надо быть внимательным. Как это? А почему это не касается мирян? А почему не священника? Значит, и священника касается, а его обвиняют. Но обвиняют в чем? Как правило, трусость и корысть, главные болезни-то. В трусости-то не обвиняют, а он трус. Он боялся, там боялся. А это обвинение-то смертельно. Участь боязливых в озере Огненном. Апокалипсис, 21-27. Дальше кто-то говорит. Христос воскресе, мир вам, Игнат Тихонович. Помяните в ваших молитвах брата вашего, Христе Иисусе. Еду на операции, приболел малость, надеялся, что операции не будет. Но Господь распорядился иначе. Сегодня, вот иначе или иначе, так и так можно сказать. Сегодня хирург сказал, что нужно срочно ее делать. Пересчитываю ваши книги. Я вас люблю и братьев, и сестер. Спаси Христос. Я отвечаю, почему же не говоришь, что болит-то? Может быть, может без операции обойтись. Ты вот мог бы приехать сюда и у Виктора Андреевича узнать про все это. Он как раз в этой области работает, в краевой больнице. Да и поехал бы в Потеряку, там все другое. У Сергея Пупкова 4 года назад, года 4, так же вдруг вновь начались как метастазы. У него операция была там. Ну что там, болезнь такая. Я посоветовал не уезжать. Из Потеряевки, и он перестал болеть. Покаяние принесло облегчение оздоровления. А у него покаяние как рак. Шина шеи там видно. Вырезали что-то, и отец от этого умер вроде. Ты так нужен еще, дорогой наш брат. Законсервируй все свои дела. И с 10 июня мы в лагере должны быть. И ты бы с нами был до 10 октября. Будешь что вспомнить? Евгений Димов. Я не пойму, что означает связанный комментарий. Кто его связывал без моего разрешения? Изменено что-то слово написано. Я его убираю, эти слова. Как он матерится, это он пишет. Я не знаю, скобки что означает. А видимо, вычисательные знаки превращаются в скобки. Дьявол прямо выходит из него. Это Наталья номер 1 из Германии. Номер 1. И если впереди написано номер 1, это означает в таком попорядковый номер. Это длинное что-то, продолжительное. Вот у меня будет, сейчас отвечая на вопросы, это будет примерно 2000 роликов. Я беру со своего сайта и отвечаю на вопросы, которые мне задавали в университетах, милиции. Я вел три радиопрограммы. А если я говорю Наталья номер 1, это Наталья и я. Одна из Германии. И вторая Наталья номер 2. Это другая Наталья. А если еще Наталье, надо мне будет обозначить номер 2, что это не первая беседа, я поставлю номер 1, Наталья номер 2. Я вас просто хочу в курс вести. Вот. Мы с ней разговариваем, а там муж матерится, а там он говорит. Ну я не слышал матерки, я плохо слышу. Дьявол прямо выходит из него. Как-то смотрел видео одного священника, не помню кого, так как давно был. Он говорил, матерный язык, язык дьявола. Язык Божьей благословения. Ну правильно. Вот интересно. На пленку записали, раньше пленки были. Ну и человек ругается. Ругается. Да что бы ты проклятый, да тебе жизни никакой не было. А пшеницу решили проростить. Одинаково. Все одинаково. Одинаково в один день замачиваются. Одною. С одного мешка пшеница взята, образно говорю, где-то. Замочили, какое прорастание будет. Записали на пленку. А другое. Ты благословенное семя. Да Бог тебя любит. Ты дашь урожай. Люди будут благодарить Бога. То и другое. Ну и пленка кругом идет. И все время это взбущение у одного и у другого. Там схожесть 10%. Здесь 99%. Благословенное. Я примерно говорю. Примерно. Очень жалко женщину. Но с другой стороны, сколько в ней веры православной. Если она как овса среди волков живет. И с помощью Божьей еще жива. Я говорю, что ты не беседуешь с еретиками-то. Никак она не может отойти от них. Ну нельзя. Писание запрещает это дело. Не молиться с ними нельзя. Православному среди православных жить легко. А вот православному среди сектантов там нужна большая вера. Да поможет ей Господь. Кто будет видео смотреть, помолимся все вместе за нее. В конце ролика Игнатий Тихонович мужу говорит, передайте наилучшее пожелание, передай. А муж? Да он дурак. Ну вот и вся его вера. А он тоже говорит, верующие там вроде от баптистов отошли. Православных в чем обвиняют? Ну там овощи, иконы. Ну а пошел у баптистов. Ну и остался бы у баптистов. Так нет, от них-то уже 20-й раз уже переходят. То есть сатана гоняет, сеет как пшеницу. Миша Минский. А что там за лох? Лох и хэ в конце. Что? Лишенный общества Христа. Видишь, как переводится. Матом кроет за кадром. Я даже не слышал это. Страх сковал дойти до глазка. И в глаза все про всех сказал. Сказать-то. Да, Наталья, тяжело вам. Антон Маргунов. Мир всем вам. С троекратного. Не крещения, а с троекратным погружением. Сказал. Батюшка. Восполним. Правильно сделаем. Раз у тебя сомнения насчет крещения есть. Оставай ему телефон свой. Он сказал, что поедем на машине его и в реке покрестим. В чем проблема? Слово проблема не люблю и скрещил из лексикона. Нерешенные вопросы. Не надо слова проблема. Это американизм. Я обрадовался. Вот молюсь, чтобы Господь вразумил священника, чтобы все получилось. Дай-то Бог. Вот буду ждать теплой погоды и звонка батюшке. Во славу Божию. Смотрите, чтобы не было за деньги. Не давайте деньги. Ни копейки. Иначе будет симония. А священнику надо помогать. Десятину отдайте. В десять раз больше. Ну отдайте там через неделю, через месяц. И скажите батюшка, к крещению это никакого отношения не имеет. Священца должно получать десятину. Заплати ему больше. Вот. Но если только он не согласится, ну тут тогда еще сказать. Тогда все. Не крестите. Заранее о деньгах поговорите. Чтобы не было недоразумений. Пока говорили, кто-то по скайпу просится. Еще он говорил. А тут пишет один из Греции. Я ему объяснил. А. Все спасибо. Как раз про Наталью спрашивал Дмитрий. Ну вот так. Кроме того, хочу сказать. Вот мы раньше. Я даю ответы по Библии. Говорю, 2000 роликов будет. И они идут под номерами. Когда мы насчитали их. Они отсылаем. Там модератор, администрация ставит их. Закачивает. У меня один ролик. Он закачивается. Часов 5-6. Полный ролик. Ну они ставят. А я потом замки снимаю, когда надо. Теперь я замки снимаю. А они не проявляются на Ютубе-то. Не проявляются на Ютубе. Но они открыты. Но они открыты вот здесь вот. На нашей странице. Это моя страница в моем мире. Сейчас я обновлю. Может быть уже сегодня проявились они. Вот посмотри. Минуточку. Должна открытия. Вот. Это вот вчерашние признаки жизни подавляются. 186. И дальше. 20 мая. Это жития святых. Три новые. Видите, какой богатый у нас. И вот оно. 43 ответы. Иванов, Порфирий, Поршек, Антихрист. Вот оно где. Вот здесь мы с Никитой как раз были. Он считал. Это вот деревни, которые приезжали. Наши близкие. А вот это то, что не отобразилось. Там занятия в Потеряевке. Вот оно. 62-е уже. 62-е. Так что знайте, что она не отражается. Потому что оно было уже раньше намного. Поэтому не отражается. Вот. Что-то дергаю. Ну, здесь мы уже все разобрали. Теперь переходим. Какие у нас новости в моем мире. Ну, в моем мире что есть, я туда переношу. Вот он, как раз священники. Это уже выставлено. Признаки жизни подавляются архиереями. Вопросительный знак. Вопросительный. Я не утверждаю. Но то, что священники требуют, чтобы он ушел на год или проще, то надо с рассмотрением делать. Если по мирскому суду, ему доказывать еще не надо. И все. Пусть все доказывают. Суд подать надо. Обязательно за оскорбление, за подрыв деловой репутации и прочее. И священников понять надо. Потому что правила действия. Но им я самим говорю. А вы сами-то как крестите? Это правило ни на ком не отражается. Даже архиерей за себя не заступится. Но если вы портите все, а оглашенные изыдите не выполняете, людей не учите, вы-то в смертельной опасности, вы в тысячу раз виновне архиерея, что он вам голову, говорится, еще не промылил. Это я не знаю их жизнь. К примеру говорю, как бы не о них, чтобы не привязались. Ну и дальше наш форум. Варвара Любимова. Прошу молитву о тяжелоболящей рабе Божией Ирине. Это моя тетя. И завтра ей предстоит операция на головном мозге. Вот. Видите, вы заходите, ставьте на нашем, вот на этом форуме. Я его сейчас покажу, этот форум. Чтобы вы увидели, как он выглядит. Вот. Так, что у нас форум наш. Вот он, какой форум. Сами ставьте сюда. А то мне с контактов перекидывают модератор. А некоторые уже, ну нападают уже. Второй раз, третий раз, один раз ответил. То есть, ну тролли, плуды, как их угодно назвать. Я говорю им, больше не ставьте даже. Не надо. Они ничего не знают, не делают. Ну такую слабую роль выполняют у сатаны. То есть, маленькие шапки бегают, лают. Одно и то же. Уже отвечено. А ему это не надо. Саварбеков этих развелось в куче. Собачья-то порода плодится под забором. Это ничего там нету, не божественно, ничего нет. И вот теперь мы считаем, что она говорит. Вот, тяжело больной. Я тут не разобрался. Я думал, мальчишка сидит какой-то. Без платка вот плохо, что без платка-то. Надеть платок надо. Как звать? Варвара. Варвара, значит, надеть платок. Вот ни одна мусульманка без платка не будет. В городе идешь. На сто женщин ни одной платки нету. То есть, ни она не молится. Андрей Кохан. 44 года. Город Лесосибирск. Красноярский край. Россия. Последний визит. Россия находится. Вот он стоит. В Лесосибирске мы были. Игнатий, день добрый. Игнатий, здравствуй. Это ваша страница? Это, ну, где-то, видимо, нет. Я ни в ВКонтакте, ни в Одноклассника, ни в Фейсбуке. Везде у меня открыты страницы, но мне не нравятся эти системы. И я там не бываю. Мне нравится мой мир. Очень нравится. А там я был, посмотрел, но не нравится. Там еще и Твиттер, еще только у меня не открыто здесь. Я не бываю. Это не моя. То есть, моя страница, как бы, но там работает модератор. Я там ни разу даже еще не был. У меня к вам просьба. Если у вас есть телефон МТС, напишите номер. Я позвоню вам. Ну, я уже везде свой телефон говорил. 8-961-230-70-60. Но по телефону больше двух минут вредно разговаривать. Поэтому заходите в скайп. А в скайп по-латынски Игнатий И, и кратко сзади, и, как русское, 10 вплотную. Игнатий 10 с маленькой буквы. Так что я не знаю, куда писать, чего. Это меня перекинули модераторы администрации. Сергей Ушков, 45 лет, Липецк, Россия. Мир вам, уважаемый Игнатий. Христос воскресе. Это я, Сергей, из города Липецка. Я на днях с вами общался по скайпу. У меня есть еще небольшой разговор. Не желаете немного пообщаться по скайпу? Милости просим. Но в свое время надо. Это с 4 до 17 по Москве. Постарайтесь в это войти. С 4. Потому что утром встаю рано. Я встаю в 3 часа 20 минут. А вообще-то подъем у нас 4,40. Пока молитва утренняя закончится. Пока разберу почту. Потом вот сейчас вот ролик записывается. Пожалуйста. Дальше. Красивая и очень роза 25 лет. Украина. Не знаю, какая роза. Очень красивая. Доброго вам дня. Доброго вечера. Божьего вам благословения. Доброго дня. Это ваше видео, да? Наше видео. Это мое видео. Это я сижу. Это сестра одна. Если да, ответьте мне, пожалуйста. Мне очень понравилось. У меня с вами взгляды совпадают. Всех вам благ. Ну, заходите по скайпу. Я сейчас назвал. Тут я не захожу. Это мне перекидывают администраторы. Алексей Матвеев, 37 лет, Рейкьявик, Исландия. Класс. Что означает класс, не знаю. Игнать Тихонович, я рассмотрел много видео с вами. Много, что я принимаю. Но почему вы Никиту, украинца, все время гоняете? Ведь он неплохой парень. Да, он непрактичный. Но он старается. И голубей почему погубили. Ну, вам за Никиту зачем заступать-то? Он с вами не живет со мною. Я тут разберусь. Гоняйте. По-другому нельзя. Что значит гоняйте? Как слово гоняйте? Он 23 года проспал. Ничего нет. Ничего, ничего не умеет. И не знает. А, знание в голове только. А по жизни не знает. Вот сейчас один приехал, поехали, пошли пруд делать. Я дал лопату, натащил топор. Он берет лопату и лопатой рубит, сучки. Он не знает, что топором даже рубить надо. Лопатой. Даже не ожидал. Он говорит, ты что делаешь-то? Ну, ложка дана для чего? Не картошку чистить, а хлебать. А ножик картошку чистить-то. Даже этого не знает. Вы даже не знаете, в какой степени запущенности организм находится. Он непрактичный, да он не знающий. Он старается. Ну, это я уже знаю, что он старается. Старается. Я его сюда не манил. Он сам приехал, желает. Не будет подчинять ее, значит, расстануть. Зачем он мне нужен? Но он все делает. И уже нынче у него замещаний намного меньше. Ну, помогает там и по пруду в прошлом году работал где-то. Даже толкушкой землю толочь он не умеет. Ну, ничего совершенно не знает. Копать ямку не знает. Сегодня он уже знает. Вы хорошие. 23 года с вами такие были, Никита, и ничего не сделали. А когда увидели, что его исправляют, ну, ты не практикант никакой. Если не можешь помочь. Голубей почему погубили? Видите, голубей. В первую очередь, мои голуби. Мои. Дальше. Я ими распоряжаюсь. Приехал священник один и говорит, я вот уехал, вот у меня кошка окатилась сначала. Ну, как? Ну, как? Котята? Только она окатилась, я там минут через 20 забрал их, вышел, лопатой окопнул в землю, пластиком придавил, все, больше нет. А она уже к обеду забыла. Ой, да разве можно это делать, да? Он слепой, это биомасса, это ничего там нету. И точнее, комарадовые яйца, комара там где-то, блин, не раздави, ну, как буддисты-то ходят. После дождя червь выползет, они обметают. Ну, тут понятно, потому что, может быть, их человек переселился или аркарнация. Ну, у нас-то такой веры нету. Ну, а как? Ну, очень просто. Человек-хозяин над всякой тварью. Голуби мои. Я спрашиваю священника, а вот ты против, а у тебя кошки, да, кошки были, вот, кошки на даче были, уехали. Ну, я оставил ее там. Как оставил? Ну, кто-нибудь, да кому, кто накормит-то, все с дачи уезжают. Ты обрек ее просто на мучительную смерть, она облезлая, бедная, ходит везде, и, наконец, она погибает. Ты сделал лучше моего? Ну, он думает, да лучше, я же ее не убил. Ну, то-то и оно, что приговоренные к пожизненному заключению пишут заявление за заявлением, расстреляйте меня, мне это намного легче. Так, голубей, а почему вы заступаете за голубей? Это мои голуби. Ну, а дальше что? Я уезжаю, их много, они быстро плодятся. Я убираю лишних, лишние, которые голуби. Я показал, как это делается. Что за неверующие совсем? Вы едите там какие-то окорочка, колбасу, проще, это все принадлежало кому-то. Зарядите в интернет. Я зарядил тут около 20 роликов в Китае, в других, там, речь идет о миллионах, миллионах. Как завозят куриц, и как они там умерщляются, как обвариваются, как теребятся, наконец, в упаковке подаются. Вы берете такую упаковку, но вот они висят вниз головами, еще трепыхаются за ноги все. И там конвейер идет, конца крайней, видать, километровый, кажется. Как страусов убивают, как овечек колют, как овец этих, свиней, быков. Все показано, все, мясокомбинаты открыты. Ну, откройте, посмотрите. Мусульмане показывают, как режут головы людям. Ну, это событие было, было, еще прячетесь-то, руками закрываетесь. Это и показывает, кто вы такие и есть. Как это можно так? Как можно, ну, привыкнуть жить, ничего, как бы, не зная, или не видя, или прячась. Голуби приносили в жертвоприношение. Священник при всех отрезал голову, ломал крылья им. Читайте, еще в книге Левит написано. И там сколько было овец. И принесли в жертву сколько? 120 тысяч сразу. Как Павел Флоренский говорит, слова нервного там делать было нечего. Там рев и стон стоял. По щиколотку в крови священники бродили. Вот. Так 10 тысяч быков. Да сегодня ни один мясокомбинат столько не пропустит. А это только за раз храм открыли. Вот я вам отвечаю. Ничего я не сделал, вот такого нет. Ну, не смотришь и закрой глаза, трудно смотреть голуби как. Мне один раз вот, а как селекции выводят голубей? Не там пятно, все сразу убирают, ликвидируют. Каждый день колят. Все, что есть, колят и колят. Корейцы забивают собак, китайцы там лягушек, французы едят и прочее. Все тоже живое. Но это мое личное, мое. И они мне, ни корма нет, ничего. А что делать? Ну, ничего нет. Я уезжаю, корма не съедают, все погибают. У меня рассчитано, что будет не больше, допустим, 50 голубей. А их 150. Ну и куда? До ползимы не хватит корма. Ну а дальше-то куда? Просто остановиться надо. Есть бабки-кошатницы, которые в комнате до 100 кошек держат. Ну ты с ума сойти. У меня есть кошки. У меня три кошки. Но я их сажаю вахтовым методом. Они там пшеница охраняют, работают. Сейчас отправляю в деревню их. Ну то есть я отвечаю на ваши самые простые вопросы. Еще кто-то зашел. Что тут? То ли два один и тот же, то ли кто? Нет. В телефоне идет камера. Ну он не заработал, а из Германии один сейчас. Я ему сказал, когда будете, разговариваю, чтобы было видео. Видео по скайпу. Он говорит, теперь она у него работает. Ну сейчас вот закончу, на него выйду. Вот теперь показываю наш видеоканал. Вот сегодня сколько поставлено роликов. У меня заранее готовится, я работаю. Вот это Наталья 2. Там это наш по скайпу. Мы все записываем. Это все интересно. Вот сейчас я покажу. Только поставил сегодня. Вот интересно, как батюшка в сбранной воеводе, Яна Златоуста считает, два просмотра. А Наталью вот тут посмотреть, раз в Германии, 42. Не потому что Златоуст меньше значит. Вот тут 17 событий. Занятия по скайпу, три. А вот козла, как вы видели, тут сразу 22. Приехали гости к нам, 12. Ну понимаете, два златоустов в сбранной воде, только два. Ну почему? Ну так люди уже неинтересны. Или я не знаю, почему такая малая посещаемость. Ну на следующий день побольше, 25. Потом гляжу, 75. То есть по дням идет. Так, опять кто-то. Вот сейчас это. Вот ему нужно написать. Подождите. Подождите 10 минут. Он беспокоится, здесь я или нет, стоит ли. Видите как. Ну смотрим внимательно. Человек желает. Из Германии. Фаст. Вадим. Ну что у нас еще тут? Самое важное. Это во свете Библии. Наш православный библейский сайт. Заходите. Вот эти вопросы, которые мы озвучим. 4124. Ну думаю, что по два вопроса некоторые будут. Ну больше двух тысяч роликов только будет. Но это потом, когда будем насчитывать. Тут и непрерывно идет работа. Работа. И мы видим, как новая душа обращается, находит Бога. Вот. Теперь снова показываю этих, которые прошли. Которые пришли. Но и здесь. Поэтому. Как будто бы все на сегодняшний день. Богу нашему слава. Богу нашему славе. Вот. До свидания.